Все, все, появились вы, все. Я ничего не нажимал, вот руки, вот так, что я говорил-то так. Прекрасные живые изгороди у нас получаются из можжевельников, из туй, из ели. Причем ель можно использовать как обыкновенную, так и, например, там, сербскую. Чаще всего у нас используют ель обыкновенную, потому что она дешевле всего, быстро растет. И относительно нетребовательна в уходе. Многие делают вот ошибку во время посадки, когда покупаются, например, не очень крупные экземпляры, и хочется сделать сразу идеальный плотный забор. Это вот ошибка, потому что корневая система у нас разрастается, крона разрастается. И чтобы в будущем вам было проще ухаживать, лучше потерпеть буквально один-два сезона, но посадить деревья с запасом. Если взять самые такие распространенные размеры готовых живых элементов изгороди из ели, там, можжевельника туи, например, двухметровые, то таким оптимальным расстоянием между центрами стволов будет примерно 80 сантиметров. Да, там в первый сезон это будет такое конкретное окошко между деревьями, но зато через пару сезонов у вас сомкнется крона, и будет возможность ее обслуживать удобно. Также можно взять просто обыкновенную елку, самую дешевую, не стриженную, ель прекрасно формуется, и создать себе бюджетный вариант живой изгороди, который в будущем будет казаться буквально через 5-6 лет, как будто идеальная, дорогая, воспосаженная, в Германии привезенная живая изгородь. Причем именно для живой изгороди, вот если вот рассматривать туи, барабант, туи-смараг, то лучше брать именно барабант, потому что смараг у нас с туи имеет такую изначально вытянутую, ну, такую конусовидную форму, они хорошо растут вверх и достаточно так медленно распышаются в бок, поэтому они больше подходят для всевозможных таких вещей, как конусы, спирали и всевозможные из них композиции. Многие сажаются измарагдов, но лучше получаются изгороди из барабанта. Плюс у них меньше в нашем московском регионе такого понятия, как туя по весне сгорела. Барабанты гораздо более устойчивые, но если их специально не мучить, там, не перекармливать, например. По посадке. Важно посадить живую изгородь не вплотную к забору, потому что это самая частая ошибка. Мало того, что кома сажаются впритык друг к другу, потому что человеку хочется сразу идеальную густую изгородь, так еще и сажается впритык к забору, особенно если это забор деревянный, высокий или металлический, и с той стороны потом не будет возможности подойти обслуживать. Все это дело разрастается, начинает сохнуть, болеть, вам кажется, что вы там и удобрения проливаете, и обрабатываете, а к той стороне подойти нет возможности. Поэтому какой бы изначально, какой бы размер сажаемого растения не был, все равно надо от забора отступать. То есть, опять же, если я возьму двухметровые растения, тую или ель, то нужно, чтобы от центра ствола, грубо говоря, до забора было хотя бы полметра. Хотя бы. Потому что многие не оставляют и столько. Если вы купили, конечно же, такие здоровенные туи 5-6 метров, причем готовые уже стриженные элементы, там можно сразу их поставить ком в ком, и у вас сразу будет идеальная огромная живоизгородь. Но это уже немножко другой такой уровень ценовой, когда один элемент может достигать там стоимости 100 тысяч в легкую. А мы сейчас возьмем именно вот средний. То есть, мы покупаем двух, там полутора-двухметровые туи. Диалога никакого не будет, да? Совсем? Ну, вы нам расскажете все, что можете рассказать, а потом все со своими вопросами и бедами ринутся к вам с вопросами. Я зачитаю. А, то есть вопросы потом. Так, у меня тут появилась возможность показать огромный живоизгородь, на примере которой была сделана такая небольшая ошибочка, что так вот не совсем правильно делать. И когда спрашивают, а какой высоты, например, может стать живоизгородь из стуй, которую я посадил, там, например, 15 лет назад. Они же были такие маленькие, такие хорошенькие. Так, а демонстрация экрана у нас... Где она? Тут? Извиняюсь, демонстрация экрана у нас где? Там две таких картинки. Рядом с кнопкой «Положить трубку». Нашел. Вот сейчас покажу огромную живую изгородь. У нее высота примерно... Ее видно? Картинку видно, да? Нет. Видно вас. А, вроде демонстрация... А, вот, все, 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 ушел, нашел, ушел. Вот. Видно? Нет. Скрин экрана, по всей видимости, видно. Очень странно. Я вроде нажал. Так. Так. Что-то пошло не так. Хотел показать, но оно не получается. Верните нам себя прежнего. Так. Видно меня? Ну, ладно. Значит, будет... Значит, будет без картинки. Значит, будет без картинки. Мы приложим... Давайте эту картинку к материалам, к рассылке. Хорошо. Да. Что-то у меня тут все нафиг завесил. Так. Когда сажаются живые изгороди, некоторые делают ошибку со слами. Вон там у соседа такая живая изгородь шикарная, он с ней там ничего не делает. Она такая маленькая, такая хорошенькая, такая аккуратненькая. Несколько было садов на стрижке, когда мы приезжали, а у человека уже на участке ничего не растет, он сидит как в крепости из этих самых туи. Потому что была посажена туя-брабант лет 15-20 назад. Они достигли высоты в 6-8, а то и даже выше метров. Но обычно там до 9 метров выше я пока не стриг. И люди были уверены, что вот оно выше расти не будет. Люди уверены, что за этим ухаживать не надо. Как правило, с темной стороны свинья солнечная татуя становится желтой, сохнет и становится редкой до такой степени, что через нее становится все видно даже. Она захватывает под себя все кусты, забор, все фонарные столбы. Поэтому прежде чем решаться на посадку, на создание живой изгороди у себя в саду, большом ли или маленьком, обязательно учтите, что все это дело разрастается. Если за этим всем делом ухаживать, это можно держать в достаточно компактных размерах и держать прирост на уровне буквально 3-5 сантиметров в год. Даже несмотря на то, что основной ствол у дерева может быть в аппате уже все 20-25 и больше сантиметров. Самая, как сказал, большая живоизгородь, которую мы стригли, она была порядка 9 метров. И человек с ней ничего не делал порядка 10 лет. Иногда подравнивали и все. В итоге она получилась неравномерной. Верхушки были с разницей по высоте больше, чем в метров полтора. Это просто смотрел такой чистокол. Очень важно для любой живой изгороди, будь то туя, будь то ель или можжевельник, хотя бы раз в год ее либо продувать, либо прочищать вручную, если есть такая возможность. У меня, извините, все не очень по полочкам. Я сейчас все время на уход ухожу. Хочется рассказать, конечно же, и про саму посадку. Я уже сказал, что не надо пытаться сразу ставить ком к кому. Не надо сразу стараться отгородиться от соседа или от дороги и поставить растения в единую линию. Лучше всего прокопать траншею, кстати, опять же, по посадке. Лучше сажать не отдельно каждую туйку в отдельную ямку, а прокопать единую траншею. Например, если у нас ком в диаметре 30-40 сантиметров, копаем траншею сантиметров 50-60 шириной во всю длину нашей предполагаемой живой изгороди. Выставляем туда растения, и потом красивой стороной можно в этой траншею удобно крутить. И потом все это равномерно засыпать. Касаемо глубины ям. Буквально вчера ко мне в личные сообщения поступил вопрос, что закупили специально плодородный грунт для живой изгороди, а у меня сплошная глина. И человек не знает, как правильно это дело посадить. Туи достаточно живучие, как и ели растения. У них корневая система прямо так вот глубоко не уходит. Наверняка видели, когда в лесу вырывает даже очень взрослую ель, там 12-метровую, у нее корневая система в основном поверхностная. Поэтому не надо под туи и под ели копать траншею глубиной в метр, потому что можно попасть на то, что вы засыпали это свежим, так называемым, плодородным грунтом. Он не плотный, как бы вы его не трамбовали. Вы поставили туда ком, и через сезон можно увидеть, что дерево ушло. Просто вот провалилось туда или завалилось. Поэтому копаем траншею не глубже при посадке, что для туи, что для можжевельника, что для ели, чуть глубже, чем ком. Ну, например, если ком в глубину по высоте 30-40 сантиметров, то траншейку делаем под него сантиметров 40-50. То есть глубже не надо. Касаемо грунта. Если у вас почва глина, но там не присутствует никакого строительного мусора, если вода не стоит, если грунтового вода, если у вас подтопления весной нет, достаточно, чтобы его немножко разрыхлить. Ну, например, купить универсальный грунт, так называемый, для хвойных, хотя по факту это торф, продающийся в мешках, очищенный с удобрениями, с песком. И замешать примерно одну треть вот этого нового грунта, может даже одну четверть, чтобы чуть-чуть разрыхлить существующий ваш грунт, если у вас, говорю, такой твердый, каменистый или глинистый грунт. Если у вас песчаная почва, я сажал на песчаную почву новые живоизгороди из ели, причем готовые уже блоки живоизгороди, мы не заменяли грунт. Это очень затратно, а для дерева большого выигрыша не будет. Мы существующий такой, даже это не секрет, мы верхний слой травы, который срезали, так называемым плодородным слоем, мы его перемешали с выкопанным из траншеи грунтом на дно ямы, и им же в перемешку с выкопанным грунтом потом засыпали ели. Они прекрасно растут, минимум тратится дополнительного грунта и минимум грязи при посадке. По поводу посадки что ели, что туич. Если, опять же, блоки в районе 2 с небольшим метров или деревья в районе 2-2,5 метров, вот оптимально это 80 сантиметров между центрами растений. По поводу ухода. Многие накрывают зиму туи, и мы тоже порой накрываем для подстраховки, особенно если это сморагды. Это делается не потому, что они горят. Горят это вообще такое в кавычках слово. Это делается из-за того, что, например, если вы привезли импортные растения, ослабленные там из-за границы, и сажаете их в условиях Подмосковья, это как подстраховка, чтобы притенение сделать. Притенение, потому что весной грунт еще может быть заморожен, корневая не работает. Деревья у нас темные, прекрасно нагреваются солнцем, то есть они вот именно не горят, а именно высыхают из-за большой потери влаги, при неработающей корневой. Поэтому имеет смысл молодые посадки в первый сезон, особенно сморагды, притенять. Иногда имеет смысл притенять и можжевельники. При этом, если во время посадки осенней туй или ели, или же можжевельников сделать подкормку вовремя фосфорно-калийными удобрениями без применения азота, это, кстати, вопрос, почему не надо суперплодородный грунт использовать под хвойный, им не так много, надо азота. И поэтому, когда мы их сажаем в чистый торф, или тем более, когда иногда привозят грунт из каких-то тепличных комбинатов, в котором присутствует навоз, это вот как раз может привести к резкому такому побурению, пожелтению ваших живых визгородей весной. Причем это будет даже не сгорели, а просто перекормили азотом. Поэтому основное – это не перекармливаем наши хвойные, им не так много требуется азота. Вот посадили мы наши туи, например, ранней весной. Основное – да, можно использовать корни-стимуляторы. При этом не отменяется именно обычный полив. Не надо сразу пытаться во время посадки, вот мы их только закопали землей, и сразу заливаем корневином, там какой-нибудь цирконом, эпином. Не надо все это, сначала дайте им просто воды, потому что пока корневая своя собственная от обычной воды не проснется, она вот эти все стимуляторы может просто не принять. По поводу подкормок. Были варианты у клиентов, когда они приходили в садовый центр, брали от разных производителей 3-4 разных удобрения, потому что им казалось, что это разные, на всех было написано слово «хвойные». И они даже не вчитывались в состав. Как правило, хвойные удобрения – это те, в которых азота просто минимум. То есть там идет речь буквально о 3-5% азота на процентном соотношении. Поэтому, если вы уж берете какое-то удобрение для хвойных, читайте состав, не надо набирать их несколько. Из самых таких основных, которые вот можно иметь у себя в зеленой аптечке, Буйский завод прекрасно выпускает наши удобрения русские. Зеленая игла, если у вас побурела, пожелтела хвоя на ваших хвойных, либо же универсальный акварин водорастворимый. Он называется «хвойный». В реальности это у нас акварин номер 3. Потому что там всего лишь 3% азота. Подкормок основных, что для туй, что для можжевельника, что для елок, нужно по факту 2-3 за весь сезон. Первая подкормка – это примерно в московском регионе начало мая, как раз самый период бурного роста. Можно пролить не обязательно хвойным удобрением или подкормить. Можно использовать универсальные удобрения, но опять же с небольшим содержанием азота. Например, я вот уже много лет именно на жидких концентратах я практически не использую удобрения в сухих гранулах, потому что в основном в садах нет возможности вокруг дерева сделать огромный приствольный круг, а все сухие удобрения у нас вносятся по принципу «мы их чуть-чуть добавили и прорыхлили тяпочкой граблями». Если у нас приствольный круг небольшой, плюс под ним еще, например, используются декоративные вот эта щепа или кора, у нас там нет возможности все это перекопать. Поэтому я использую концентраты. То есть тот же самый акварин, тот же самый зеленый углу. Прекрасно, хоть он и не является препаратом для удобрения для хвойных, я использую цитовид фирмы НСТМ, то есть многие используют циркон, но не используют цитовид. Можно, если у вас ослабленные туи, использовать не только краневые подкормки, но и листовые. То есть замешиваем железо содержащие удобрения, такие как вот феравид, с тем же стимулятором роста циркон. Этим можно опрыскивать. Главное всегда вот знать меру. То есть вы подкормили в мае, например, сделали стрижку, подкормили в июне, все, азотные у нас подкормки основные закончены. Если у вас нет цели выгнать какую-то бешеную высоту за один сезон. И уже с августа у нас идут уже безазотные подкормки. Опять же, у новичков бывает ошибка, когда они купили какое-то одно универсальное удобрение, на котором написано хвойные, и льют его май, июнь, июль, август, да еще и добавляют сентябрь. А в сентябре, в октябре хвойным вообще азот не нужен. И если вот такие минимальные подкормки делать, то есть май-июнь, одну-две, в августе уже начинаются осенние подкормки, то есть фосфорно-калийные, без использования азота. Да, кстати, осенняя подкормка всех деревьев начинается в августе, а не с октября-ноября, как, опять же, могут делать по незнанию новички. Основные все свои туи я проливаю, вот опять же, повторяюсь, в мае, потом примерно в июне, если я делаю стрижку, если я стрижки не делаю, то я подкормку не вношу, потому что дерево и так прекрасно развиваться, начиная самой без лишней химии. И уже в августе, если я приезжаю на этот объект, именно в августе, уже числа с 15-го, я выношу фосфорно-калийные удобрения, опять же, концентрат. И если вовремя растение усвоит вот эти вот удобрения, осенние, скажем так, тогда оно успокаивается и лучше уходит в зиму. По поводу проливов на зиму хвойных, когда, если у вас участок на песчаных таких почвах, имеет смысл сделать пролив удобрениями, в смысле, не удобрениями, прошу прощения, а водой в зиму, то есть насытить растение водой. При этом, если у вас глина, если у вас какая-то торфинистая почва, то есть если тяжелые, не стоит переливать растения, то есть вот надо обязательно пролив делать в зиму, не надо делать пролив всего в зиму, потому что можно наоборот спровоцировать на то, чтобы это все там сгниет и просто задохнет с корневая. Поэтому к каждому растению и к каждому саду подходим индивидуально, не надо проливать все. По тришкам. В южных регионах, по-моему, можно стричь просто круглый год, потому что у них зимы как таковой нет. Про них мы не говорим. В центральном нашем регионе, когда у нас зимой все-таки, ну не будем брать нашу последнюю зиму, когда в декабре я закончил обрезку плодовых, а в январе я начал обрезку плодовых, если мы про такую мягкую зиму не будем иметь в виду, то первые стрижки мы начинаем примерно не раньше конца апреля, то есть сейчас как раз самое время начинать стрижки. Больше это относится к еле, например. К еле, если вы там формируете из сосны что-то, например, вот бонсайми сейчас уже можно потихонечку начинать. А туи, можжевельники начинают стричь примерно с конца апреля, начала мая. Как раз когда у них все сострижено, и в мае начинают закладываться во-первых, новые почки, и как раз начинается новый прирост. Вторая стрижка идет она по требованию, то есть некоторым достаточно одного раза подровнять, какую-то сделать форму, и если это не фигура типа спиральки, идеально четкой прямой изгороди, там сделаны просто по шнурке, тогда порой достаточно двух стрижек в год. Есть изгороди, которые я подравниваю раз в месяц, то есть май, июнь, июль, август, и даже в сентябре бывает надо подровнять отдельные кончики, чтобы изгородь казалась просто вот идеальной. После практически каждой стрижки, вот иногда мне пишут, что Алексей, вы как-то очень часто применяете всякую ядовитую химию, но люди же и не спрашивают, а что же я там такое применяю, потому что, ну, был такой как-то комментарий за кадром, человек, причем мне это сказал не прямую, а мне это передали, а он говорит, все без разбора, мешает ведро, это замешивает, и этим вот поливает растение, а потом вообще, типа, мы удивляемся, как они у него такие зеленые стоят, или там наоборот, там, ну, в зависимости от, там, сорта, там, что туи же у нас может быть и желтые. Кстати, рассказ из прошлого, когда только начинал работать, это был 2009 год, и я вот не видел вживую туи, которая с золотистым оттенком, я прихожу в сад, а вы знаете, а у вас стуя погибает, а мне клиентка, вообще-то это сорт такой, я говорю, да, потом открываю книжку, упс, вот, так что такой вот у меня был прокол, это был мой первый участок, на котором я работал садовником. Итак, по химии, многие говорят, что я слишком много чего-то травлю, я порой лучше не сделаю подкормку растения под корень, но после стрижки замешаю либо эпин, либо циркон, к ним отношения у людей разные, то есть люди делятся на два лагеря, мы против стимуляторов, они там растягивают клетки, они высасывают из них жизненные силы, это процесс не изучен, не надо издеваться над природой, у растения достаточно своих сил, чтобы и клетки делились, и чтобы масса нарастала, и чтобы корневая нарастала, не надо стимуляторы использовать. Я не буду с ними спорить, у меня однокурсник работает в известной конторе Nest M, они делают опыты на полях, в том числе, Тимиреевской академии, моей родной. Мне достаточно, и я им доверяю, потому что я видел эти поля, я видел их опыты, они все опубликованы, часть может быть не опубликованы, но зато я их видел, они работают. Кто как хочет, пусть так и относятся. Поэтому после стрижки, в том же самом мае, кстати, все время пересекается, нельзя вот что-то отдельно рассказать, не уйдя в сторону. Инструмент у нас не может быть идеально стерильным, потому что я не поверю, что человек, мотоножницы или ручные ножницы, механические, после каждого куста, он идет, протирает спиртом, а если вот у вас соседний куст чем-то болеет, проще подстриг изгородь или растение какое-то, и в конце работы, после того, как мы убрали мусор, продули все, обработать цирконом и добавить туда фунгицид. Не обязательно какой-то очень мощный, то есть используем то, что продается в обычных садовых центрах, перебарщивать с этим не надо, туи достаточно устойчивые. Чаще всего я после стрижки добавляю циркон плюс феравит. То есть вообще это, хоть это и химия, она безопасная. То есть феравит – это подкормка листовая, чтобы побыстрее восстановить, компенсировать то, что мы срезали циркон, это да, это корний стимулятор, стимулятор роста, антистрессовый такой препарат. И чаще всего я именно обрабатываю циркон плюс феравит – растение после стрижки. И каждому отвечать, что это не какая-то ядовитая химия, бесполезно. Хотя порой бывает, что привозят те же самые туи с щитовкой, или точнее ложной щитовкой, то есть там прям такие пупырышки, когда раздвигаем ветки, там прям как маленькие пантери. Вот щитовка, ложная щитовка, она крупнее, чем обычная щитовка, которую можно встретить на плодовых. В этом случае без химии не обойтись. Вы каждую пинцетом не снимете. Единственное, что если вы это увидели где-нибудь уже в августе, то с ней уже в августе особенно не поборешься. Надо с ней бороться в начале сезона. И бывает, что достаточно токсичные, а практически нетоксичных не существует пестицидов, приходится в начале сезона обрабатывать. Чаще всего я не обрабатываю туи никакими пестицидами, вот кроме как удобрениями. Поэтому если кто-то за моей работой наблюдает и видит, что я какие-то выкладываю часто картинки с обработками, так чаще всего бывает, что если 5 садов в неделю, в которых я появляюсь раз в месяц, то как раз и получается, что, например, одна обработка в месяц, причем чаще всего удобрениями. Поэтому заливать химией наши хвойные растения лишний раз не стоит. При этом, если у нас сделана живоизгородь из ели, столовые вредители, к сожалению, ее очень любят. И караед всеми... Караед это вообще не самая большая проблема для елок. Потому что много замечательных насекомых есть, которые кроме него могут ее спушить. А на караед у нас все вот пожелтела елка, караед виноват. А караед может вообще там сидел через два участка и догладывает соседскую сосну. Поэтому для профилактики, если у вас есть риск заражения стволовыми вредителями или те, которые едят хвою молодую, имеет смысл профилактически в конце апреля обработать именно живую изгородь из ели препаратами от насекомых. Есть такое. Но заливать это каждый месяц, как любят некоторые соседи, я не рекомендую, потому что любой пестицид, он кроме того, что убивает вредных насекомых, он убивает и полезных насекомых, да еще ослабляет иммунитет самого растения. Кстати, при каждой обработке любым препаратом я добавляю всегда циркон. потому что он чуть-чуть лучше, это на опытах проводилось, он лучше чуть-чуть позволяет проникать именно вот препарату в ткани растения. Опять же, если вы применили тот же самый циркон раз за сезон, эффекта от него не будет. Могут спросить, а почему я, например, не использую HB-101. Если вы почитаете его состав, его точно так же, чтобы он имел какой-то смысл, надо использовать не раз за сезон, как это в рекламе написано в брошюрке, а 8-12 раз за сезон. Поэтому я использую практически для всех растений при обработках именно циркон. Циркон я, кстати, добавляю и при подкормках растения, то есть я замешиваю концентрат удобрения и добавляю туда циркон. Это обычно бывает как раз при первой подкормке, когда растения, например, если ослабленная вышла из зимы. По прочисткам хочется сказать, по живым изгородям, как я уже сказал некоторое время назад, вот посмотрите, какие у соседей беспроблемные, шикарные, живые изгороди. Вот посадил и забыл. Это самая большая ошибка. Чтобы была шикарная живая изгородь из хвойных, что, говорю, можжевельник, что туя, что ель, это минимум одна прочистка от сухой, ну, санитарная именно прочистка внутри и снаружи кроны каждый сезон. Если мы это будем делать каждый сезон, хотя бы продувать воздуходувкой садовым пылесосом или просто подходить и прямо вот шатать вот так вот крону, ну, такое тоже допускается, только без фанатизма, не вырывая растения из земли. Это будет лучше, если мы раз в пять лет приходим и находим внутри туи веревки, проволоку, например, которую не всегда оставляют сами клиенты, например, в садовом центре. Вот барабанты и смарагды чаще всего у нас многоствольные. Чтобы они не разваливались, многие, о, развалилась. Так, у меня тут есть шнурок, я вот им обычно там торт завязывали, там шнурки старые и завязали вплотную. У хвойных растений у них очень нежная кора и буквально за один сезон эта веревка может впиться в кору. Поэтому, если у вас развалилась, разваливается живоизгородь, ну, конкретно это по одному растению, если у вас разваливается ту или можжевельник, не стягивайте его веревками, особенно синтетическими, особенно проволокой, она вопьется буквально за один-два сезона. Продаются эластичные завязки, которые тянутся, они разного диаметра, они могут быть от буквально двух миллиметров и чуть ли не до сантиметра. и вот ими уже стягиваем растения, чтобы не разваливались кроны, потому что их хватает примерно на 5-6 лет и они не впиваются, потому что они растягиваются равномерно с ростом самого ствола. И практически на каждый участок, на который я прихожу, первым делом, что мы делаем до стрижки, это сначала чистим, потому что говорят, нам просто подстричь, причем с одной стороны. Вот вчера был звонок, мне подстричь барабан с одной стороны, я говорю, со стороны забора, со стороны забора не надо, там никто не ходит. А то, что там вот такие вот заросли, засохшие, сгнившие уже, и там уже живут птички, мышки зимой зимуют, это мелочь. А потом что-то она у меня болеет, удобрения лью и подкарает и побрызгиваю, и все делаю, вот заходишь, раскрываешь тую, и на тебя выпадает порой там еще какой-нибудь гнездо птичек каких-нибудь. Это в лучшем случае. Поэтому если у вас уже старый живоизгар, лучше это, конечно, не запускать. Вот шахист, это не я. Это я. Я просто, для меня удивительно, обычно птички это милота неописуемая. это милота. Да, а чем они вредны для крона. Они не вредны. Они поселяются, потому что там густая, непроветриваемая крона внутри. Так к ним проблем нет. А вот если мы чем-то ту же самую елку обработаем от джуков весной или там в сезон, когда есть риск поражения какими-либо вредителями, которые повреждают ели, мы можем убить этих самых птенцов. Поэтому я говорю, что периодически заглядываем в крону и было пара моментов, когда вот уже гнездо с птичками, я не помню, какие-то были птички, мы отдельное дерево накрыли пленкой, обработали всю живую изгородь, подождали, пока все это дело проветрится, и потом сняли эту пленку. Такое дело было. поэтому очень важно в будущем не просто воткнули и ушли, иногда подравниваем раз в году, а именно прочищаем крону, это на будущее вам будет лучше, потому что основная красота у нас по внешнему периметру, что у ели, что у можжевельника, что у туи, прочищаем внутри. И да, прежде чем стянуть разваливающиеся несколько столов можжевельника или туи, прочистите внутренние ветки, которые вот в перехлест там идут, все равно не засохнут. Этого многие не делают. Поэтому на каждый участок, на который приходим, если это старая изгородь, неважно, трехметровая она или двухметровая, которая просто иногда поддерживается вот по периметру стригут. Раскрываем внутри, прочищаем, прочистка порой занимает больше времени, чем сама стрижка. Да. Да. Я тут у нас накопилось уже вопросов целая куча. Хотелось бы, чтобы мы успели немножко на них поотвечать. Давайте попробуем. да. Да. Может, по ходу какая-то информация у вас еще дополнительно будет добавляться. Да. Вот, значит, первый вопрос был, пробовали бы или видели, или участвовали в формировании живой изгороди из пихты сибирской или вообще из пихты сортовой? Из пихты ни разу не сажал, не стриг. зная информацию по ней, что на стрижке она в целом откликается неплохо, но результат будет у вас только через сезон два, потому что для пихты, в отличие от ели и от туи, стрижка, как бы обрезка, она более такая травматичная. Но я сам практически не работал с пихтами. из суги может быть кто-то тоже делает живые изгороди, я из суг живые изгороди не стриг. То есть суги отдельно я и псевдо-суги обслуживал, но это были отдельно стоящие деревья. Так, туи фастегиата вот интересуется, посажена живая изгородь 80 сантиметров между растениями, посажена в один ряд полукругом, как стричь, чтобы получить плотную изгородь. Фастегиата, я так понимаю, что у нее очень компактная крона и вот прям так и называется туи фастегиата, да? Туи фастегиата, да. Вот мне прям стало интересно, что за туи. Не важно, какая туи, даже если это у нас смарагд, который изначально по природе у нас растет конусом. По-моему, туи фастегиата это у нас смарагд и есть, нет? Может быть, я что-то путаю? Очень... Или, может, я что-то путаю? По картинкам, как смарагд. Вообще, сортов много, и у вас может быть туя, у вас может быть изгородь из холм струпа, у вас, в принципе, какая угодно у вас может быть туя, принцип по стрижке будет один. Если у нас расстояние между деревьями есть, вот окошко такое большое, если у нас небольшие растения, стрижем только по внешнему периметру, то есть между растениями, вот эту часть, которая должна сомкнуться, мы не трогаем, стрижем только вот сзади и спереди. Не важно, что она у нас полукругом, да хоть там какой-то лабиринт сделан, стрижем по бокам. Это будет стимулировать рост именно вот на смыкание. То есть для маленьких изгородей тот же самый принцип, да, вот был вопрос тоже, что в августе посадили из брабантов живую изгородь, вот в каких плоскостях стричь был вопрос, сверху, сбоку? Сверху, если у вас неравномерная высота, то берем, например, по самой низкой, либо если вас по высоте не смущает, тогда прищипываем буквально там 5-10 сантиметров у самых больших и в будущем ждем, когда их догонят маленькие, ну, которые по высоте там их не догоняют. И стрижем именно, да, по бокам, то есть не ту сторону, которая вот между туями, а вот по внешним краям. и она будет прекрасно вот в будущем зарастать. А если наоборот, на участке очень высокая живая изгородь, там, 7-9 метров, и есть желание ее снизить высоту, как поступать? За один раз или в течение нескольких лет, и на какую высоту можно сокращать? Был у меня такой случай. Два года назад позвали посмотреть, значит, Туи. Пять или шесть здоровенных барабантов, высота как раз метров под 7-8. Они стали заваливаться на навес для парковки, и почему-то клиенту сказали, что такие взрослые барабанты ни в коем случае нельзя стричь. Теневая сторона Туй около самого навеса уже была лысая. То есть это уже не живая из Григория, это какие-то просто страшные деревья. Мы у них за раз верхушку сняли в зависимости от дерева, они все были неравномерной высоты, у каких-то метров, у каких-то полтора. То есть Туя была 6-7 метров, мы сняли полтора метра за раз. За лето, потом, после этого они отросли по высоте где-то сантиметров на 20-30, а когда мы приехали в следующем году их стричь, прирост уже, ну, мы сделали стрижку примерно на майских праздниках, а через год прирост составил вот 50-60 сантиметров. Причем уже и заросла эта крона, то есть уже не было видно этого мощного среза. А верхушку прямо вот залезли на лестнице, отпиливали ножок, потому что это уже было бревно. По бокам уже сильно снимать нельзя, потому что основная масса будет именно по внешнему периметру, поэтому, например, сбоку можно за раз взять сантиметров 15-20, то есть нам надо вот именно простимулировать на зарастание, чтобы внутренняя часть проснулась. При этом очень важно сначала прочистить весь сушняк внутри взрослой туй, потому что если мы если она внутри там просто склад этой сухой хвои, сухих веток, если мы просто сверху стрежем, внутренние веточки солнечного света не увидят, и даже если там проснутся спящие почки, они засохнут. А вот тут вопрос тоже. У пятиметровой сосны можно ли верхушку обрезать? Если тую елку можжевельника мы обрезаем и у нас она все равно пойдет кверху расти, то для сосны это будет фатально. То есть если мы обрезаем у сосны старую верхушку или какую-то толстую ветку старше 3-4 лет, в этом месте мы роста дерева прекращаем. Именно поэтому если вы задумали у сосны срезать верхушку, готовьтесь, что она у нас получится вот примерно вот такой формы, чашеобразной, и боковые ветки будут продолжать рост, разваливаться, провисать, ломаться, а верхушка все, там ничего не проснется на взрослой сосне. Поэтому очень осторожно приступайте к обрезке именно взрослых сосен сверху, имею ввиду. Если у вас, конечно, нет задачи сделать бонсай, в который ударила молния, и поэтому вы боковые ветки будете растягивать на оттяжках, на бамбуке, уводить их в стороны, сдутое ветром, а верхушка будет сломана, как будто, я говорю, в нее ударила молния или там сломала ураганом. Если вы бонсай будете делать верхушку, можно срезать мощную, толстую. Если вам просто мешается, потому что вы не думали 15 лет назад, что она внезапно станет 6-8 метровой, готовьтесь к тому, что это будет дерево, просто вот дерево инвалид. Это самое мягкое слово. Из можжевельников что можете для живых изгородей порекомендовать? Вот прям по сортам? А я честно скажу, что я прям по сортам их особенно не различаю. Те, что у нас имеют рост отдельного растущего дерева, все можно использовать для живой изгороди. Обрезка была проведена живой изгороди в сентябре. Когда можно приступать к стрижке весной? После позднеосенних обрезок у дерева, вот у туи, у можжевельника обычно стресс. И вы можете заметить, что по весне, если там соседские туи, которые не обрезались, ну соседние туи или можжевельники, которые не обрезались, они пойдут в рост уже в мае, то после сентябрьской обрезки или тем более октябрьской, если мы сейчас говорим про московский регион, у дерева будет очень большой стресс, и они в рост могут пойти только чуть ли не в июне, в июле. Это независимо от подкормок. Поэтому по мере начала роста. То есть, если вы в сентябре уже подровняли, то вам надо дождаться, пока летом вот это дело все станет густым и заросшим, прежде чем новую стрижку делать. То есть, тут по мере роста надо смотреть. Лучше в сентябре не стричь. У меня была стрижка в начале сентября, там туя Даник, туя Смарагт я подровнял, туя Брабант, но это была не кардинальная обрезка. Лучше не делать сентябрь-октябрь стрижки в московском регионе, в центральном нашем регионе не делать. Они могут на это плохо отреагировать. Могут даже пожелтеть потом. Причем они в апреле будут зелеными, а в мае они могут пожелтеть. То есть стрижки, давайте тогда обозначим приблизительно. Для хвойных все-таки весна и первая половина лета будет лучшим вариантом для стрижки. Лучшим вариантом. Причем для елки, для сосны у нас самое оптимальное время стрижки это середины мая где-то по начало июля, потому что у елки, у сосны самая обильная закладка новых почек именно с мая по июль. Это особенно важно, если мы стрижем бонсай. Кстати, лиственница тоже прекрасно подходит под живую изгородь, что-то не упустило в виду, и в ней тоже получается очень хорошая густая изгородь, хотя и зимой она облетает. При этом фактура вот этой запутанности веточек это все очень красиво у лиственницы. Если глубоко посажены туи и ели, что с ними сделать? Туя выдерживает небольшое заглубление корневой шейки, она выдерживает это. У них даже бывает, что у туи даже бывает так, что если лет 15 подряд падала хвоя в центр три ствола у туи, если туда падала хвоя лет 10-15, у нее бывает такое, что она воздушные корни даже дает на высоте полуметра от земли. Поэтому туи она выдерживает небольшое заглубление. А вот для елки это фатально. Если она просела и у нее ветки находятся нижние уже в земле. То ее надо обкапывать, ее надо приподнимать. Причем если у вас ель, которую возможно приподнять, лучше ее именно обкопать и заново посадить, чем обкопать вокруг нее ямку и устроить ей такое корыто, которое будет осенью, зимой, весной просто таким водосборником, от которого она будет страдать еще больше. Так, целый ряд вопросов. Пересадок очень много делаем, либо после других каких-то ландшафтных фирм, либо когда ошибка, например, сделан сначала посадили сад, посадили те же самые ту и ели, а потом сделали газон, под него дополнительную планировку. Бывает такое, пересаживали и большие и маленькие. Так, теперь по отмираниям хвои. Целый ряд вопросов. Если у ели хвоя стала серой, если у ели коника с одной стороны стала рыжей хвоя, в общем, какие реанимирующие мероприятия можно провести и можно ли вообще? Для начала надо, если даже под рукой нету книжки по болезням родителям, понять все-таки что у нас. Просто у нас пожелтело, потому что креневая не справилась и дерево пожелтело весной. Или же у нас это внезапно произошло в середине лета, весной было все шикарно и тут вдруг внезапно пожелтело, вдруг внезапно ничего не бывает. Надо сначала выяснить причину. То есть не бежать за всеми подряд лекарствами и удобрениями сначала изучить, что это такое. То есть прямо открываем, даже если нет книжки, интернет болезни хвойных растений, конкретно болезни ели. И прямо сравниваем, что у нас наша ветка и что нам предлагается на картинках. Сейчас это все доступно. Может быть это клещик завелся, может быть это у нас пилищик съел, может быть это опять же короед уже частично напал на вот начал первый признак только одна ветка. Или может быть это у нас что-то из грибных заболеваний. То есть надо смотреть, причем желательно прямо например сфотографировать эту поврежденную веточку, увеличить и посмотреть. Может быть там вы увидите, надо причину сначала искать, а не бежать за первыми попавшимися удобрениями и фунгицидами и препаратами насекомых. А есть какой-то проверенный ресурс, чтобы, ну потому что картинок в интернете много, а знать бы где-то достоверную информацию брать? У меня есть хорошая книжка, по-моему 90 она второго года, справочник для фермеров, и там без привязки конкретно к сорту очень хорошо описаны многие заболевания вредителей. Сейчас прекрасные продаются издания, они стоят недорого, то есть там в пределах 700-800 рублей прекрасные издания наши русские по болезням и вредителям растений, они универсальные. Я сейчас одну минуту прям покажу. то есть я думаю будет видно наш русский хороший автор, великолепный автор растений в общем Трейвес может быть известная фамилия Трейвес вот такая вот книжечка болезни вредителей роз, хвойных и других декоративных растений. издательство по-моему Atlas что ли? А, Fitton можно заказать практически в любом книжном магазине прекрасное издание, где мы просто вот открываем и листаем вот так вот и листаем смотрим что же у нас такое кто съел что за грибок очень полезные такие книжечки я ее вожу с собой всегда летом потому что знать наизусть абсолютно всех наших врагов невозможно также некоторые грибные заболевания могут быть одинаковые как на плодовых так и на хвойных поэтому я с собой на всякий случае вожу еще другую книжечку которая тоже справочник она вообще болезни вредителей плодовых растений но ржавчина у нас может быть одна и та же практически ну можжевельник если в саду есть нездоровый можжевельник и есть например растущие груши то есть большая вероятность что ржавчина может появиться и на груши наоборот груши перекинуться на можжевельник хотя у меня на даче растет в один ряд три сорта туи сосна огромный можжевельник рядом груша яблони вишни на них ржавчины нет вот при этом многие заболевания они переносятся от растений на растение поэтому я очень рекомендую всем приобрести эти недорогие книжки вот конкретно вот это 780 рублей две книжечки купить и у вас будет такой универсальный справочник с кратким описанием заболеваний с картинками это очень важно для новичков которые не хотят вчитываться что там какого размера споры что это за грипп в какой он там стадии открыл картинку ага вот примерно это вот у меня и основной список по препаратам в этих книжках тоже написан некоторый устаревший список по препаратам но зато проверенный так был вопрос про циркон по поводу того что ходят слухи что на рынке то что продается ну скажем так в малых количествах и доступно каждому человеку это все подделка а вот надо покупать именно большими объемами да общался с ребятами непосредственно вот производителями эта проблема была конкретно в 2014 15 16 году когда они отказались по сверхнизким ценам продавать огромным сетевым магазинам типа вот Ашана например там Ашан или Руа Мерлен ОБИ то есть всем известным маркам они отказались продавать за копейки свои препараты в маленьких ампулах этим воспользовались мошенники так как формула там не секретная они в каких-то своих более кустарных условиях тот же состав похожий состав они разливают по емкости да такая информация была вроде как ребята справились с этим и года с 17 с 18 вроде как подделок нет при этом я рекомендую да заказывать напрямую Нест М они высылают свою продукцию куда угодно и у них есть пузырьки например не обязательно покупать ампулами по одному миллилитру у них есть пузырьки по 50 миллилитров и эту продукцию вы можете купить они любой доставкой вам отправят там не сильно дороже получится чем в садовых центрах я обычно покупаю литровыми банками потому что по весне у меня было такое что я зашел на склад и сразу взял 12 или 13 литров циркона и у меня к середине лета половины уже не было потому что были запущенные сады которыми я цирконом отливал просто массово все растения при каждом внесении удобрений то есть помимо удобрений я еще проливал все цирконом поэтому да была такая тема с подделками как вот конкретно сейчас обстоит не знаю я не покупаю маленькими ампулами и причем они бывало так что которая лежит продукция вот у них не поставится на складе у них даже цвет пакетиков другой то есть те которые продаются в каких-то сетевых может быть в маленьких садовых точках они даже более блеклые знаете как подделка вина то есть прямо упаковка вот видно что подделка то есть она блеклая вытветшая поэтому была такая проблема была это касается кстати химии то есть подделка акторы продается потому что оригинальные актора препараты от насекомых он в порошке а на рынках периодически встречается в ампулах я сам не пользовался пользовались некоторые коллеги когда у них не было нормальные акторы говорят его в воду разводишь он там как какая-то слизь растекается и не растворяется так что подделок много на рынке да особенно самая выгодная подделка это в маленькой упаковке есть такое давайте тогда раз уж мы о препаратах заговорили по пунктам вы сегодня очень много указали того что вы используете сами вот давайте по полочкам для подкормок в вашей аптечке лежит что основное это акварин номер три или он называется вот в рознице акварин хвойный это вот завод буйский это вот просто они выпускают разное удобрение в том числе многие покупают универсальные органы минеральные ому буйский там для газона это вот тоже они делают поэтому основной у меня лежит акварин хвойный он же акварин номер три как он называется в маленьких упаковках я не знаю акварин номер пять если я делаю одно внесение удобрения то я его использую там много азота там 18 процентов азота в поиске опять же зеленая игла там немножко другой состав который именно для того чтобы побурение вот это вот у туй у можжевельников восстанавливать ну на зеленый между хвою фиркон если у меня нету фировита то я использую при листовых подкормках цитовид только уменьшаю дозировочку то есть это уже такой ну не маленький список получается все русские кстати получается удобрение то есть ничего не надо бежать за немецкими вот они лучшие читаем состав сравниваем сравниваем цену сравниваем дозировки наши не сильно проигрывают уже два сезона начал использовать под осень импортное удобрение пикацит я его под все растения начал использовать это как раз фосфорно-калиное с большим содержанием фосфора там вообще-то используется для крупных питомников и когда коллеги из питомников спросили зачем ты это купил я говорю ну как зачем точно так же средняя дозировка там 15-20 грамм на ведро воды пошел проливать весь сад как весь сад руками вот такое было точнее так это во всех садах происходит а на даче кстати тоже пользуюсь то есть это уже список такой большой получается получается в основном вы используете жидкие удобрения либо это подкормка под корень в растворенном виде так либо это сухой концентрат который мы растворили в воде и пролили и обработали либо это жидкий концентрат который опять же мы растворяем то есть это все водорастворимые удобрения потому что у них максимально быстрое лучшее усвоение растениям идет именно вот гранулы это такая припосадочная история долгосрочная ну например если мы да сажаем те же самые там елки туи весной то если мы знаем что мы туда не приедем ближайшие несколько месяцев можно купить универсальные узкие гранулированные удобрения и согласно рекомендациям там перемешать там 30-40 там может быть 50 грамм на 100-200 литров земли и вот это дело замешать под корень это будет такое питание было дело под ту и закладывали осмокод долгоиграющего удобрения тоже использую то есть вот прямо супер универсального я вам сейчас не назову потому что реально каждый сад во время ухода и посадки вот подбираю удобрения хорошо после обработки используете регулятор роста плюс фунгицид это для при обработке вы имеете ввиду ну вот когда вы стрижете да после стрижки да после стрижки чтобы компенсировать вот этот стресс я чаще всего добавляю циркон плюс феравид если у нас есть риск что там вот растения там говорят вот оно болеет и причем чем люди особенно так не знают до профилактики можно добавить скор топаз это ну фунгициды от болезней то есть если у нас нет уверенности что вот мы что-нибудь не занесем или вот растения в плохом состоянии причем в эти скор топаз препараты я добавляю также циркон хотя вообще не понимая не надо смешивать все подряд потому что бывает такое что в некоторых проверенных случаях я не буду называть эти смеси в одной смеси при обработке используется до 4-5 препаратов такое было иногда бывает но я не буду эти смеси называть потому что говорю чуть-чуть что-то не так смешается пожелтеет фоя скажут я что-то насоветовал и у вас все погибло внимательно изучайте совместимость препаратов при выборе да причем она не всегда указана она не всегда указана нужно как всегда ищите первоисточник например на сайте производителя того же самого циркона сказано не смешивайте циркон с эпином некоторые ну сейчас я обманую систему циркон это у нас корень стимулятор а эпин это у нас стимулятор для прироста массы надземной а давайте мы их смешаем ими польем и ими побрызгаем ребят производитель говорит не смешивайте если вам не смешивайте не надо экспериментировать а то что у кого-то один-два раза прокатило и вроде как все хорошо Ну так это один-два раза, это не система. Прочистку хвои. С какого возраста нужно чистить? Если буреет внутри, это всегда нормальная история? Это нормально, потому что там солнышка нет, она там всегда сохнет. Что у елки, что у сосны, что у туи. Если оголяются нижние ветки, как можно помочь? Вот хочется, чтобы сверху Доня забыла густенько. Так не бывает. Только если вы изначально, с момента покупки, купили идеально густую елочку, туи, можжевельник. И с малого возраста мы ее держим и стрижем. Причем стричь ту же самую, даже если у вас изгородь прямая, стрижем ее немножко конусом. То есть не прямую, потому что у нас верх крона всегда раньше отрастает и затеняет как раз вниз. А немножко под наклоном с обоих сторон. Даже если у нас изгородь изначально прямая. Это как раз в том числе может избежать в будущем оголения нижней части, когда мы немножко под наклоном стрижем. Тут еще про елочку все-таки, вот ту, которая бочок подпрел, наверное, потому что написали, что если отметаем вредителей и болезней, как помочь? Если на ней хоть одна есть живая почка, заложилась с прошлого года, вот сейчас весна, или у нас просыпается хоть одна спящая почка в течение сезона, в течение сезона есть, возможности ее восстановить. Но тут опять же, если это у нас на дворе не сентябрь месяц, а вот начало сезона, то вот сейчас будет май, сделаем внесение удобрений для профилактики любым практически системным фунгицидом от болезней. Ну, говорю, тот же самый, там скоро топаз можно применить, если это у нас какие-то грибные заболевания. Я не буду вдаваться в то, что есть более ядовитые препараты от болезни. Говорю, для начала, говорю, ну, как можно отмести полностью, что у нас никто ничего не съел и ничем не заразил? Вот, если у нас какое-то кривое дерево, ну, подстригите его, сейчас уже можно начинать стричь ель. Можно даже ее стричь еще, кстати, елку можно стричь практически круглый год. Вот эта вот елка в этом смысле универсальна. А был вопрос вот относительно ели. Как ее поддерживать в том состоянии, вот чтобы она выглядела аккуратной и не перерастала? То есть регулярная стрижка? Только стрижка. Причем, если у сосны именно мы можем вручную отламывать вот эти вот приросты свечки, причем так процентов на 90, и это будет... Так, давайте остановимся, потому что про стрижку сосны тоже был отдельный вопрос. Да, у нас только стрижка. То есть у нас другого варианта нет, только стрижем. Либо секатором, либо ножницами, либо мотоножницами, но очень острыми. То есть я рекомендую механическими ножницами стричь ель, потому что бензо и электроножницы, они заедают очень много смолы, и они рвут хвою. Поэтому вот в основном секаторы и ножницы механические. А если мы стрижем сосну, то какие правила? Лучше это сделать не раньше мая. Если мы закладываем бонсай, то это в целом можно уже сейчас начинать. А если... Вот у нас есть бонсай. Вот мы купили красивый пушистый бонсай с шапочками. Пока не начнут просыпаться почки, вот эти вот приросты, стрижку начинать бесполезно. Что сейчас можно сделать сосной? У них, например, снегом поломало какие-то веточки. Сейчас можно начать санитарные обрезки. То есть берем кропотливо каждую шапочку, отдельно раздвигаем веточки, и каждую сухую веточку выстригаем. Вот каждую. И к моменту стрижки, когда придет уже время, то есть это с середины мая по июнь примерно, уже у вас будет чистая крона, когда вы именно будете свечки либо прищипывать, либо отрезать секатором, либо стричь ножницами механическими. То есть да, не используйте ни в коем случае для стрижки сосен электро-бензоножницы. Они зажевывают хвою. Это очень страшное будет зрелище. Оно потом очень долго будет не зажевать в растении. Это будут прям срезы эти желтые видны. Еще вопрос. Обработку по листу чем проводите? И как относитесь к удобрению осмокот? Про осмокот я уже сказал, что я иногда его закладываю при посадке. Их там много разновидностей в плане за сколько месяцев они растворяются. Есть осмокот, который за месяц полностью растворяется. Есть, который действует до года. Последние пару лет я брал... Ну, относительно универсальных их нет. Надо подбирать по процентному соотношению, что вы хотите добиться. То есть не надо брать осмокот с большим содержанием азота и сыпать его под наши хвойники. Потому что надо понимать, что это будет постепенно весь сезон растворяться и давать ему азот, который елке и туе в сентябре не нужен. Или там работать начинает осмокот где-то с температуры градусов так с плюс трех-плюс пяти. То есть туя там и ель будет от этого осмокота получать питание даже в теплые какие-то зимние месяцы, что нам не нужно для хвойных. Поэтому при закладке, при посадке имеется в виду новых растений осмокот я использую, но не всегда. Так это прекрасное удобрение. Кстати, его используют, например, приехало растение в садовый центр. Надо поставить в большой горшок или в ящик. Вот туда замешивают с новым грунтом осмокот. И пока растение стоит на площадке, вот этот осмокот его питает. В саду это сделать очень тяжело, потому что вам надо в идеале, чтобы у вас был большой приствольный круг, этот осмокот рассыпать и точно так же хорошо его разрыхлить, чтобы он именно был под землей, а не на поверхности. После стрижки лучше проливать или обрызгивать? Что вот лучше проводить? Какую обработку? Поливом или обработку обрызгивать? А под обработкой вы что подразумеваете? Если очень засушливые, например, на улице стоит жара, там плюс 30 градусов, мы подстригли тую или елку, чаще всего будет полезнее именно просто пролить водой, потому что и так большая была потеря влаги, а тут мы еще и отрезали часть кроны. Поэтому полив обычной водой порой лучше даже будет, чем удобрением после обрезки. Если давно не подкармливалось или там ни разу, то сначала проливаем водой, то есть смачиваем почву, а уже потом просыпаем, если это сухое, или разводим концентрат и проливаем, потому что в сухую землю это удобрение может и не дойти куда надо, то есть до всех корешков. Поэтому сначала поливаем просто водой, потом удобряем. И если это опять же жаркий солнечный день, по кроне не опрыскиваем, потому что можно создать тот самый эффект линзы, когда вот эти капельки воды на хвое будут работать как лупа, и мы сожжем растение таким образом. То есть для стрижки тоже оптимально выбирать утренние или вечерние часы? Я про обработку говорю. Про обработку. То есть... Ну так как следствие. Как следствие, если вы говорите, чтобы не распространялись болезни от растения к растению, и если все равно потом обрабатывать нужно. Или стригите, когда хотите, а обработайте. Стригите, когда хотите, а обработки только утром. Ну, в общем, в идеале это пасмурный день без дождя, без прямых солнечных лучей. То есть условия, которые чаще всего не получаются во время работы. Поэтому обработки получаются, как правило, после окончания всех обрезок и стрижек в конце рабочего дня. Здорово. Большущее вам спасибо. Мы ответили на большинство заданных вопросов. Очень на маленькие. Вопросов много. Да, но знаете, друзья, наш спикер сегодняшний очень контактный. И у него очень-очень полезный Инстаграм с огромным количеством видеоматериалов. Поэтому я вас прям призываю. Подписывайтесь, читайте, познавайте. А также, по-моему, вы указывали, что у вас есть YouTube-канал. На YouTube я дублирую некоторые видео. Но он там особенно популярностью не пользуется. Да я его и не рекламирую. Он такой больше для себя, чтобы быстро показать кому-нибудь какое-нибудь видео с хорошим качеством. Вот. Так что, если кто-то забывчиво и не успевает за сториз Алексея, пожалуйста, еще можете что-то глянуть на YouTube-канале. Запись эфира обязательно придет в понедельник всем по оставленным вами адресам электронных почт. Если остались вопросы, их можно написать непосредственно Алексею или нам, а мы передадим. И что я еще забыла сказать? А, в конце эфира у вас появится окошечко, где можно оставить свой отзыв, написать, чего бы вы хотели еще послушать, кого бы хотели в наших эфирах увидеть. Мы будем с нетерпением ждать новых встреч. Алексей, надеюсь, в первый, но не в последний раз мы с вами пообщались. Вы очень интересны, очень многоопытны. Ну, информацию, честно говоря, разрывает. Потому что эфиры у меня первые начались буквально в этом году. И структурированного такого по полочкам, по папочкам у меня пока материала нет. Потому что порой хочется поделиться всем сразу, а это нереально. Потому что меня все время по каждому пункту уносит в сторону. Я об этом могу рассказывать вечно. Вам тут сейчас летит в эфир прям целое полотнище благодарностей. Спасибо, спасибо. Вы супер пишут. Так что не скромничайте. Вы очень качественный спикер. Мы ждем вас снова. Спасибо. Благодарим вас за эфир. Не забывайте про обратную связь. До новых встреч. До свидания. До свидания.